А дальше посмотрим. Главное не опоздать на автобус. Я же вам не рассказал веселую историю. Протупил я, конечно, жестко. Я решил сегодня, в первый же вечер, пройти первую часть Камино. Этот Камино будет для меня особенным. Не заслужил я большего. Мало очень прошел километров. В общем, из Сан-Тундера выехать в центр не так-то сложно. Не скажу, что очень дешево. 3 евро стоит автобус. Мы прилетели в 9.30, в 10 будет здесь автобус. Прямо возле выхода из аэропорта. Ничего долго искать не нужно. Ждем. Я доехал до Сан-Тундера. Автобус идет всего 10 минут. Единственное, совет вам, карточки не принимают к оплате. Поэтому приготовьте мелочь. Потому что у меня была бумажка в 100 евро, у водителя не было сдачи. Он говорит, иди меняй где хочешь, там и бери. В общем, повезло, что в очереди были люди, которые мне разменяли эту сотку. В общем, будьте готовы к такому повороту событий. А сейчас у меня мега захватывающий квест. У меня есть 2 часа до отправления автобуса. И за это время я хочу успеть съездить в Декатлон и купить себе палатку. Я предварительно узнал, как туда ехать. Но все равно, знаете, когда ЧПС глючит немножко, когда не у кого спросить на месте, тяжеловато. Единственное, вот сейчас я иду по какому-то туннелю. Мне один испанец написал, что сначала ты должен пройти туннель. И я его сначала не заметил. Думаю, какой туннель? Так что пока что я на правильном пути. А дальше посмотрим. Главное не опоздать на автобус. Остановку я вроде бы нашел. Она находится прямо напротив мэрии или что это за здание. Но немножечко очкую все равно. Потому что времени впритык, сколько этот автобус будет ехать. Но тут на табло показывает, что он уже вот-вот приедет сюда на остановку. Вот сколько у меня займет дорога туда. Главное выйти на нужные остановки. Потому что в транспорте почему-то ЧПС у меня перестает работать. И как бы ориентация в пространстве теряется. Но палатку-то я куплю быстро. Я там сильно выбирать не буду. И дорога назад. В общем, посмотрим, что из этого получится. Пока все очень складненько получается. Достаточно быстро я сюда приехал. Сейчас уже должен показаться на горизонте желанный декатлон. И у меня даже будет время повыбирать там что-нибудь, если захочу. Так что пока что все хорошо. Все успеваю. Ну вот и он. Представляете, у них декатлон это целое отдельное здание. Хотя, признаться, я вообще ни разу не был в декатлонах. Но, кстати, в Киеве уже скоро открывается. Наконец-то. Походу, это мой выбор. 20 евро и ни в чем себе не отказывай. Ночуй где хочешь. Двухместных, одноместных нет. Ну, по-моему, это самое-самое дешевое, что здесь есть. Долго выбирать не пришлось. Выбор палаток там не особо большой. Вот. А уж тем более среди самых дешевых. То есть она одна. Плюс 2,2 килограмма мне на спину. Надеюсь, она там рабочая. Я вообще не проверял. Я снова в тоннеле. А это значит что? Что я удачно съездил в декатлон и удачно вернулся. Фух, наконец-то. Вся суета-сует позади. Вернулся из декатлона. Я сейчас на автовокзале. Отсюда через час отправляется автобус по маршруту Сент-Андер-Ирун. Ура! Я уже дома. Я уже практически в Ируне. И, кстати, я уже здесь видел двух пилигримов. Они, по-моему, либо японцы, либо китайцы. Но они были здесь, когда я сюда приехал. Возможно, они уже уехали и заняли мои места в альберге. А может быть и нет. Так что час у меня до автобуса. Кстати, сейчас сюда добирался на автобусе. Попался тот же водитель, с которым я ехал в декатлон. В ту сторону у него не было сдачи с 5 евро. Благо, у меня была 2-евровая монета. Он с нее дал сдачу. Возвращаюсь назад. Оп, снова этот же водитель. Я ему снова этих 5 евро кладу. Он снова машет головой, мол, с нее сдачи дать не может. А у меня вариантов других нет. Карточкой нету. Других, как бы, денег тоже нету. Я, значит, иду уже по салону, так сказать. Смотрю какие-то молодые парни. Думаю, ну, наверное, они английский знают. Давай с ними по-английски. Они там, как бы, там, ну да, знают, но плохо. Я им долго объяснял, что мне надо. Как бы, в итоге они подняли, что мне нужно заплатить за проезд. Они говорят, хорошо, мы пойдем заплатим за тебя за проезд. Он пошел своим проездным, заплатил. И все стали счастливы. Это оказалось проще, чем разменять мне пятерочку. Можно меня поздравлять. Я уже прибыл в Иргум. Иду к Альбергу, он тут совсем недалеко от автобусной остановки. Там на 50-е место Альберг. Надеюсь, что для меня найдется местечко. В общей сложности двое суток я сюда добирался. Но я вот сейчас вспоминал, как я ехал в Сен-Жан-Пьедепор, французский путь. Несмотря на то, что, в принципе, якобы был прямой рейс и все такое, все равно вся дорога заняла больше суток. Так что, где бы вы ни жили, все равно, если вы хотите начинать камину из таких вот маленьких городков, у вас дорога займет много времени и отнимет много сил. Ну и, конечно, хочется сегодня отдохнуть в Альберге. В моем автобусе казалось много пельдвимов. А на самом деле, пока мы сюда доехали, уже куча людей повыходила на каких-то других остановках. И, по сути, вроде бы я еще один какой-то парень. Вот сейчас он тоже идет ищет Альберг. Вот и поселился. Здесь у нас балкончик, сохнет бельишко. Люди для чего-то достали свои спальники, хотя здесь выдают одноразовое белье. И при этом Альберг донативо. Как бы сколько просишь, столько и будет. Еще и завтраками кормят. Ну, я знаю эти завтраки. Хлебушек с вареничком. Но ничего, и на том спасибо. Я же вам не рассказал веселую историю. Помните, я вам рассказал, что мужик в автобусе не хотел никак принимать мои 5 евро и не мог дать сдачи. И пацаны потом не могли их разменять. Так вот, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это было не 5 евро, а 5 злотых. И теперь становится понятно, почему этот водитель так внимательно рассматривал эту монету и говорил, нет, типа. И почему эти пацаны не смогли разменять эти 5 евро тоже теперь. Понятно. В общем, протупил я, конечно, жестко. Якость не в добно вышло. Вместо того, чтобы лаунжиться где-нибудь в альберге или в ресторане, мне не сиделось, конечно же. Да и вообще после этих двух суток переездов уже насиделся вот так вот, хочется поразмяться. Поэтому я решил сегодня в первый же вечер пройти первую часть камино. Ту часть, которую, скорее всего, не пройдут все остальные пилигримы, которые заселились в наш альберг. Потому что он находится в центре города, а мы сейчас находимся на окраине города. То есть мне пришлось вернуться назад и потом снова вернуться в альберг. Лишние километры. Сейчас перед нами река, а уже на том берегу Франция. То есть именно здесь официальная точка начала северного пути. И я был бы не я, если бы я не начал здесь. Почему я вообще ехал в Ирун? Для того, чтобы начать путь с самого начала. И я так долго сюда и упорно ехал для того, чтобы не начать с самого-самого начала. В общем, добро пожаловать в клуб перфекционистов. Это я. Так вот здесь, на границе Франции и Испании начинается северный путь. Наверное, время рассказать немножечко о моих планах. И вообще, почему я решил отправиться в этот путь. Этот камино будет для меня особенным. Если вы этого не заметили, то, наверное, заметите. Как минимум, вы уже заметили, что я один отправился. Потому что в первый свой путь мы шли втроем. Второй путь вдвоем. И сейчас я один. И если предыдущие разы это было больше для приключений, для развлечений, для фана. Просто хотелось. То этот путь мне не просто хочется, мне нужно пройти. Я просто чувствую, что мне это надо. Мне есть о чем подумать. За последние полгода в моей жизни произошло очень-очень много разных событий, тяжелых. И мне обязательно нужно пройти этот путь, чтобы вот как-то подвести какую-то черту. Прийти к каким-то умозаключениям. Поставить, может быть, точку в чем-то. Есть над чем подумать. В общем, и я думаю, что в этом пути у меня будет много времени. То есть, как бы, желающие были, конечно, составить мне компанию. Но я сразу говорил, что сори, в этот раз я хочу это сделать один. Не знаю, как оно будет на самом деле. В этот раз я максимально не подготовлен. Если в предыдущие разы я знал, что меня ждет впереди. Особенно французский путь. Я был подготовлен от и до. Я знал, что меня ждет на пути. У меня все было разбито по этапам. Все было четенько и понятно. То в этот раз, поскольку вообще я запланировал ехать сюда очень спонтанно. То есть, буквально две недели назад я принял решение, что сейчас поеду. Купил билеты и собрался. В интернете найти подробную информацию оказалось очень сложно. Потому что вроде бы как и много людей проходят Камино Дель Норте. Но вот такой подробной, структурированной информации как-то особо негде. Чтобы какие-то детальные отчеты почитать или посмотреть. Поэтому я решил, что окей, у меня нет времени просто с этим всем разбираться. Я просто еду туда и буду уже по пути смотреть, что здесь и как. Но уже буквально за день до отъезда я установил себе приложение. Путеводитель. Он платный. Где-то 5 или 6 евро стоит. Но он мне очень понравился. Там очень все грамотно сделано. Там есть и карта. Там можно удобно разбить по этапам. Там есть всякие подсказочки. И я не знаю, как он будет в деле. Но пока что мне он очень нравится. Я буду вот по этому путеводителю просто вместе с вами идти и смотреть, как оно что, что меня ждет впереди. То есть я в принципе вообще, я про Северный Путь знаю только то, что он идет вдоль океана. И мы будем проходить город Бильбао. Все. Больше я ничего не знаю. Тем интереснее, наверное. То есть у меня нет структурированного плана по дням. Я не знаю, куда я завтра пойду, куда послезавтра и так далее. Именно для этого я купил палатку, чтобы всегда было место для ночлега. Потому что тут есть определенные напряги. Во всяком случае, по интернету так пишут. А уж правда это или нет, проверим. Но сейчас я заселился в Альберг. Места были. Это единственный Альберг в этом городе. Тут много всяких хостелов, отельчиков. Но вот такой Альберг, именно друзей Камино, именно Донатива, он один. Даже приватных нет. Тем не менее, места есть. Погодка, видите, такая пока что не жаркая. Ну, это, в общем-то, и вечер. И это Камино Дель Норте. Тут вообще погода обычно не сильно балует жарой. Может быть, это и к лучшим. Главное, чтобы не сильно мокро было. Если что-то забыл сказать, я еще вспомню по пути, думаю. Но сейчас пора начинать свой путь. Ну, вот и первая стрелочка. Не трушная, конечно, но какая есть. А вот это уже красиво. Как-то рановато у них речка обмелела. Как вам такие причалы к лодкам? А вот и первый столбик показался. Друзья, как же я за вами соскучился. А это церковь Девы, какой-то там джункл. Не знаю, как это правильно, что за Дева джункл. Ну, что Дева Мария. Начало строительства 16 века закончили в 17 веке. Кто уже бывал в Испании, это здание, конечно же, может узнать сразу же. Скорее всего, мэрия. Где-то в этих зданиях еще есть офис общества пилигримов, где тоже можно получить крепенсиаль. Но я, честно говоря, так и не нашел никаких указателей и табличек на дверях. А эта штука прямо как в Памплоне. Если вы так же плохо подготовились к Каминоу, как и я, то здесь есть такой информационный киоск, где вы, наверное, можете получить информацию. Честно говоря, я думал, что Ирун – это не такой большой город. Думал, что-то типа Зенжан-Пьедепорт. Маленький провинциальный городишко. Но нет, тут такой движняк. Будь здоров. Достаточно шумный город. Первый день Каминоу, а точнее, будем назвать его нулевой, закончился. Я уже почти дошел до альберга, поэтому решил наконец-то порадовать себя бокальчиком пива и тортильей. Как же я соскучал за этой тортильей. Ой, такой у меня будет ужин сегодня. Скромненький. Не заслужил я большего. Мало очень прошел километров. Вот в этом баре очень вкусная тортилья. Поверьте мне, я их попробовал много. В этой церкви тоже, кстати, можно получить креденциаль. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»